Друзья, настоечка у нас будет осенняя, особо вкусная, из рябинки. Собственно, что нам необходимо? Нам необходимо набрать рябины, одну треть от нашего объема. То бишь, это большой бокал, чему, собственно, и займемся. Берем рябинку, благо она очищается у нас замечательно. Вот таким вот способом. Она пока еще грязная, естественно, мы ее помолем. Мы ее обдаиваем. Вуаля! Доли минуты, и у нас готово. Ну и необходимо помыть, естественно, эту улицу. И не только чайки. Так что пойдемте и помоем ее тщательно. Друзья, основной изюминкой нашего рецепта будет следующее. Так как сама по себе рябина имеет достаточно специфический вкус, мы, естественно, будем делать небольшие махинации с сахаром, которые попозже увидите. Но для начала надо составить композицию. Композиция у нас будет являться, это душистый перец горошком, то есть на наш литр самогона. А нам потребуется 4 штучки. В данном случае это немного. Так, маленько убираем. Берем прозрачный стакан, в принципе, любой стакан подойдет. И 4 горошина перчика и лавровый листочек. И несколько листочков лаврового листа. 1, 2 и 3 соответственно. И мы их заливаем. То есть, пока у нас моется рябина, специи расстариваются. Дальше будет самое интересное. Итак, друзья, все готово. Специи у нас распарились. Наверное, вопрос у всех отличий. Уже он специи там парит. Собственно, что происходит. Специи распариваются, их вкус раскрывается. То есть, а вода идет на удосание, то есть, она их не варит. В данном случае она их ошпаривает и дает им просто-напросто раскрыться. То есть, вот эти 4 перчинки дадут эффект в 10 перчинах. То есть, это раскрытие вкусно. Пользуйтесь. Рябины. Литр у нас самогона. Рябины здесь 300 грамм. Давайте посмотрим, сколько это будет в тарелке. Обычные ложечки. Ну, визуально вот в таком формате. Вот такая вот тарелочка. Приступаем. Специи мы дали распариться. Их необходимо сразу же поместить в наш самогончик. То есть, дело здесь нехитрое. То есть, вот эту водичку мы оставляем. Хотя она тоже очень ароматна. И помещаем в специи. Значит, кипяточек угорчит, горячит. Итак, вавровый листочек ушел. И все перчики у нас уходят. Вода нам больше не понадобится. Так, пока настойечка у нас подготавливается, нам необходимо подготовить рябину. От рябины мы возьмем 2 столовые ложки сахара и 300 грамм рябины. Нам необходимо просто добыть из нее сок. Следующим образом. Первая ложечка пошла. И вторая ложечка пошла. Просыпали как раз-две. Целую полосочку ушла. Итак, дадим ей немножко настояться. Необходимо 5-10 минут. Чтобы ускорить этот процесс, можно немножко поднажать толкушечкой. Но не мните сильно ягоди. Просто немножко их раздавить, чтобы не дали сок. Ну что, друзья. Ребинку мы немножко размяли. Дали ей постоять 5 минут. Она дала сок. То есть, стала такая липкая. Понимаете, что я сажу? Она удивительно вкусная. Если ее распознать, то как голос немножко дергается, так иначе не что. Берем рябинку. И любителям ее в нашу сломочку. Все 300 грамм. И этим движением в руке. Делают из обычного самогона. Двойной перегон. Согнан с любовью. Прекрасную природную настойку. С любовью. А аромат тоже набирает. Рябина добавлена. Специи положены. Настойки надо постоять. Постоит он на нас 2 недели. Как только это случится, вы обязательно узнаете. Это произойдет через 1, 2, 3, 4, 5 секунд. Именно вот здесь. И вот, друзья, прошел целый месяц. Как настаивалась наша любимая прекрасная настойка. Месяц родная ждала этого момента. Сейчас мы ее будем прикрывать. Маленький секрет для фильтрации. Баночка. Крышка с дырочкой. Ага, я вас вижу. А вы меня? Маленький секрет. Затыкаем. Устанавливаем. И фильтруем. Друзья, я прям... Чувствую этот божественный аромат. Пошла, родная. Пошла. Друзья, мы продолжаем фильтрацию. Оставшийся самогончик-настойку мы дарили уже в воронку. Ягода, я смотрю, ничего в себя не взяли. Запах очень оригинальный. Не стали мы, всякие, дожидаться полной фильтрации. Немножко себе нацедили на пробу. Для того, чтобы снять дегустацию. Запах волшебный. Вкус терпкий и бодрящий. Но очень-очень оригинальный. Ни с чем не сравнится. Рябина такой эксклюзивный вариант. Но хорошо, вкусно. Хорошо читаются нотки пряностей. И очень такой интересный после вкуса, после рябины. Друзья, настойка зачетная. Рекомендуем. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.